Всем привет! Здравствуйте, друзья! С вами снова Black Rabbit, Анастасия Умлавов и Антон Гульцов. В прошлую пятницу мы для вас подготовили блок, в котором... Был кавер на песню группы Sleeping Gray Science с Roger Rabbit. И надо отметить, что готовился этот блок очень-очень долго, не за неделю. Да, и не за две. Да. И вообще, если честно, он готовился целый год. Потому что, мне кажется, в прошлом августе мы решили, что эту песню надо сделать. Мы решили, что мы будем ее петь в прошлом августе, но мы очень долгое время вообще ничего не делали. Очень долгое время, после чего мы все-таки начали что-то делать, и это было с перерывами. Поэтому я бы не сказала, что на это ушел целый год упорной работы, просто мы решили исполнять год назад. Хорошо, активная работа, может быть, была там пара месяцев. Мы расскажем, в чем особенность этого кавера и что у нас такого интересного. Именно в нашей версии. Я даже не знаю, с чего начать. В нашей версии, во-первых, как вы заметили, задействовано немаленькое количество голосов. Да, в одном месте даже семь голосов. Из нас двоих. Звук записывался поочередно. Большое спасибо Севе Груцову за то, что нам помог сделать эту запись. Перед тем, как вообще исполнять эту песню, мы очень долго думали, как же мы распределим друг другу голоса. Так как у нас всего двоя, голосов очень много. И мы решили, что, соответственно, мы снимем все, как в оригинале, все голоса, что там есть. Плюс я предложила Антону добавить еще один голос из другого кавера на эту же песню, которую я нашла очень давно на Ютубе. Этот кавер исполнял Мэтт Кали. Очень интересный вокалист. Очень интересный вокалист. Он из Бостона. Он на то время записывал очень много каверов. Сейчас он занимается именно своим проектом, а не каверами. Но мы рекомендуем вам посмотреть его каверы, потому что это очень увлекательно. У него высокий теноровый голос. И мне нравятся его каверы. И поэтому я решила взять именно партии из этой же песни, именно из его кавера, а не откуда-то еще. И было совершенно непредсказуемо вообще, совпадут эти версии или не совпадут. То есть мы сначала простраивали эти аккорды, когда мы их сняли, и смотрели, и слушали соответствие мелодии. Потому что мой мелодию немножечко изменил там, да, и добавил вообще какие-то свои мелодии в эту песню. И было интересно, совпадет или нет. Ну и совпало. И совпало. И это даже привнесло свою интересную какую-то часть в эту песню. Потому что в некоторых местах это получились джазовые аккорды. Да. Голосами. Инструменты не играют, там гитара, они не играют никаких джазовых аккордов, аккорды обычные. А вот в голосовых партиях, ну просто настоящая джазовая гармония. Да, и это очень красиво. Песни мы делали вообще поэтапно. Мы сначала разбирались с первым куплетом. У нас, наверное, недели две ушло только на первый куплет. Потом также второй. А потом был вообще просто взрыв мозга, потому что мы не дошли до бриджа. А в бридже используется хор в виде подложки, да? Хор в виде подложки. Но мы долго думали вообще, как сделать бридж, как сделать так, чтобы это было красиво. В итоге мы все-таки решили снять не просто партии вокальные, голосовые, а мы решили снять еще и хор, который звучит в подложке в оригинале песни. Да. Хор состоит из трех голосов, в конце добавляется еще четвертый. Так, мы сначала сняли, мы сейчас, кстати, когда переслушаем, удивляемся, как вообще мы это сняли, потому что хор прослушивается там не очень-то хорошо, вот. Но у нас есть свои секретные специфические приемы, как снять какое-то сложное место. О них мы, конечно же, рассказывать не будем. Это же секретные приемы. Да, может быть, потом, когда-то. Ну, мы прям убрали и проигрывали эти голоса на синтезаторе, вот. Ну, вот, например. Потом даже вот в самом хоре используется джазовая норка. Вот так вот звучит. Это до-мэдж с добавлением второй ступени. Ну, вот на инструменте он звучит как-то немножко, я думаю, нелепо, а в партии голосов он звучит очень даже красиво. И не выбивается. Да, почему? На инструменте тоже красиво звучит. Да, вот так. Я вообще люблю диссонанс. Вот если долго так делать, то можно потом увидеть ангелов. Да? Да. Ты видел? Ну, почти. В следующем нашем блоге мы сделаем для вас разбор этой песни, потому что, может быть, кому-то тоже захочется ее снять, и исполнить, пожалуйста. Мы готовы вам в этом помочь. Потому что, на самом деле, нам присылают письма с вопросами. Почему-то не пишут их в комментариях, а пишут все-таки лично эти вопросы, и просят помочь, и разъяснить наши разборы, что мы делаем с удовольствием. Ответим каждому, пишите в комментариях. Ну, а мы прощаемся с вами в ровно в следующей пятнице. С вами был Дэй Блэк Вильвит. Ждите наш новый выпуск с разбором. С вами были Анастасия Умлаус. И Антон Игурцов. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok